Мы идем по дюнам, только дюны. На песок, куда они выходят. Это идем по дюнам, весь мусор, который есть, который вкладывает пакет, мы его собираем. И самое главное условие – пакеты по одному не ставим. Пакеты ставим минимум по 10 штук. Несколько групп вдоль самого Пионерского проспекта. Еще одна по дюнам. Около двух километров с учетом уборки мусора группа проходит примерно за два часа. Первые мешки наполнились уже минут через 15. Возле забора нашли еще один строительный, но заполненный бытовым мусором. Обычно такие закладки на совести любителей пикников или предпринимателей шли в ожидании дождя. Все у нас в хорошем настроении вышли на работу, активненько так. Погода нам не портит настроение, так что думаю, что мы выполним поставленные задачи. В итоге на этом отрезке Пионерского проспекта и прибрежной полосы собрали около 300 мешков отходов. Береговую линию чистили до самой Бугасской косы, станицы Благовещенской. Как рассказали в городской администрации, там с линии барханов длиной около 4 километров и шириной от 50 до 100 метров. Городские службы и добровольцы собрали 264 кубометра природного и бытового мусора. В районе Джемете к уборке присоединились местные жители, а в детский парк вышли 120 работников культуры, включая городское управление. Это очень важно, это нужно, необходимо. И действительно нужно это делать с хорошим настроением и от души, потому что это наше Анапа. Это наше место, где мы живем, где наши дети живут. И мы должны быть чистые. Проснулся утром, умылся, привел себя в порядок и приведи в порядок планету. Нормально, дождика только бы не было. Ольга Корнилова работает в санатории «Русь» 7 лет. В том числе и благодаря ей территория ухожена. Однако даже здесь наметанный взгляд видит детали, которые нужно подправить. Вот уже работа. Работать-то надо. У нас уже есть заезд. Для отдыхающих, для самих тоже. В итоге дождь терпеливо дождался, пока анапчане не закончат работу. Наводить порядок в городе начали еще в начале марта с первыми теплыми днями. Глава города Сергей Сергеев отметил, что работы по благоустройству не ограничатся одним днем.